здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад ну что сегодня о петуниях заключительный ролик о петуниях 2021 напоминаю вам дорогие друзья что я про петунию снимаю ролики и складываю их отдельно в плейлисты в этом году петуния 2021 называется плейлист где показывала вам все от маленькой растишки или от посадки семян до сего момента кроме того есть еще два плейлиста просто петуния то есть кому вся интересная информация и можно подчеркнуть подчеркнуть на моем канале и так в преддверии 1 октября ну вот уже скоро скоро все стучится октябрь в дверь мои петунии еще цветут понятно что уже не так ярко не так пышно но дорогие друзья почему пою оду этому цветку потому что 5 месяц цветения 15 октября бы будет пять месяцев но я думаю что до 15 я их уже не продержу очень чешется руки все убрать вычистить нам мыть ну как всегда это осенью мы делаем но опять подойду к ним посмотрю думаю ну как же мне жалко вас выбрасывать ну потому что как правило мы удаляем петуни когда уже у них совсем непрезентабельный вид есть здесь тоже такие кустики но когда они стоят в ансамбле особенно издалека вид еще приличный это во первых во вторых честно говоря еще и руки не дошли были более важные дела это я убирала все цветы с подоконников везде убирала боялась заморозков которые у нас уже были в сентябре этой крупнолистной гортензии фуксии бегонии пеларгонии а вот эти девчонки чем и любимы терпят особенно низкие заморозки вообще даже на джаконде на семенном пакетике написано что минус 6 она выдерживает ну минус 6 конечно это много но минус 23 петуни выдерживают легко то есть молодцы и вот уже минус 2 градуса все выдержали ну и особо отряхнулись особо и незаметно сейчас уже ведь и ухода совсем мало не совсем а вообще никакого нет никак не ухаживаю правда тут посмотрела на них и решила полить для того чтобы ну вижу что они просто сухие уже для того чтобы еще любоваться ну жалко дорогие друзья вообще расставаться знаете если сад был яркий яркий сделать из него ну совершенно такой пустой как-то постепенно поэтому и не выбрасываю но почему давайте посмотрим с вами кто оказался самый стойкий вообще в этом месте представлены петунии только вегетативные здесь семенных нет совсем и как я ну вообще говорю уже из моего личного опыта только друзья дорогие из моего все-таки вегетативные петунии более продолжительно и обильнее цветут чем петунии из семян ну в этом году конечно сухое лето жарко и лето и болезни у петунии было мало я проводила обработки периодически но не так часто то есть мучнистой росы можно сказать до сих пор еще нет если в прошлое лето в дождливое холодное прошлое лето мучнистая роса началась еще в июле то в этом году все с этим делом хорошо ну и вот эти мои периодические обработки все-таки предотвратили грибные заболевания есть питоне более стойкие есть менее стойкие к погодным условиям и ко всем прочим делам вот очень нравится серия фанфора я ее выращиваю уже несколько лет вот в первом кашпо 20 литров представлено два растения ну потому что кашпо 20 литров и я посадила два растения фанфора белая и фанфора эклипса вот еще как цветет первое кашпо и вот здесь эклипса есть отдельно но посмотрите пятый месяц цветения это ж какой цветок в саду так долго и продолжительно цветет да уже цветочек меняет свою окраску меняет вот здесь вот край у него такой золотистый ободок да уже не такой но это еще достаточно приличный куз для такого времени года еще и клипса есть вот такая еще фанфара фанфара вот так драки фанфара есть вот такая лилак у нее достаточно очень крупный цветок даже по сравнению с другими фанфарами вот у нее белый больше всего крупный цветок вот такого вот лилового цвета вот эту я обрезала в этом году но не кардинально только по кругу была обрезка и она в принципе шапку сильную не наросла такой компактные осталось пар пол фанфара пар пол сейчас вообще смешная стала изменила цветок но наверное от холода да вот такой 100 а так у нее пурпурный такой цветок наверное самая яркая питунья саду убить а здесь вообще на фиолетовое ушло ушел ну вот так иногда меняет питание свои цветы и получается вот такая необыкновенно красивая расцветка вот сорт пар пол вот здесь еще есть eclipse тоже тоже цветет замечательно кроме того бланкет виолетт уж очень был пушистый куст виолетт только очень реагирует на сухость кома если его не во время полить он притворится просто уже все умирающим на выброс но потом регулярный полив и опять откуда появляются эти маленькие фиолетовые цветочки звездная серия которую я врачи не сажала но она у меня появилась была обрезана и эти питуньки после обрезки ну тоже прекрасно еще до сих пор себя чувствует ну по типу звездное небо как мне пишут вот и еще тут парочку есть вот посмотрите какая сейчас активная расцветка у этой питоне летом она такая не была мистер и sky вроде как должен быть но не знаю для мистер и sky по моему не такие должны быть пятнышки а может такие непонятно вон какие яркие это же вообще обалдеть и есть просто цветочки а есть вот такие яркие замечательно так что петхуа до сего момента была лучше ну вот конечно уже вид не такой да петхуа карамель но тоже ведь все лето продержалась вообще петхуа такие более полкующиеся питунь и по сравнению с другими ну тоже выдержали а уж разбери айс вообще супер молодец что и говорить и сейчас еще приличное цветение и летом огромный кус нарастила и в этом месте поворачиваю камеру тихонько и вот здесь два кашпо посмотрите ну висят и висят уже тут и травка полезла но замечательный цветочек просто просто прелесть нарастили правда большие шапки все время цветет все время единственное сейчас цветочек стал намного мельче чем был летом у нее не очень крупный цветок но сейчас совсем помельчал так здесь еще индиан саммар питунья которая хамелеончик меняет цвет желтый на оранжевенькую с красненьким и так далее вот чисто фанфара белая уж тоже был огроменный куст просто очень большой сейчас как-то на две части распалась но уже на нее здесь кашпо упала их на все равно продолжает продолжает радовать меня вот эту я так и не знаю кто тоже еще пока жива и еще вот здесь вот питунька все остальные конечно же я уже выкинула вот здесь еще тоже видите стоит еще из последних что называется держится выкинула даже были еще более-менее приличный но я уже убирала вот на колодце все выкинула потихонечко чищу а здесь подойду надо бы конечно вот эту красную можно удалять сейчас показываю вам потому что уже буду что-то снимать вот это вот питунька просто не полита вот если ее полить она еще даже раскроется подцветет вот такая вот была но весь период вот такая самая-самая темная питунька поэтому молодцы вот и пою воду трудно ли выращивать такой цветок меня спрашивают но в принципе не могу сказать что знаете на раз-два легко но если вы потихонечку начнете выращивать и поймете саму методику то уж не труднее чем любой другой цветок ну а по продолжительности цветения по активному вот такому цветению по привлекательности честное слово цветка в саду нет но во всяком случае у меня много цветов но не нашла да есть цветы красивые ничего не скажешь но зацветают намного позже мои и и уже и уже их не видим саду а питунья у меня питунька зацвела в этом году в середине мая но стояла в теплице потому что май был страшно холодный май но где-то после 20 мая я уже их вытащила все эти видео есть это все можно посмотреть поставила в сад и они уже прилично цвели все это в основном вот кроме звездного неба все это я выращивала из своих черенков то есть это уже даже неоднократно черенкование было и о том как я выращиваю свои черенки где выращиваю все видео тоже есть это потому что многие до сих пор спрашиваю такой светелка это вот там помещение находится вот ну такой мой маленький зимний садик отапливаемый поэтому я беру череночки и эти череночки все выращиваю из этих питуньек тоже брала черенки в этом году сомневалась брать не брать или купить потому что вот работа зимняя по содержанию этого цветка но для меня достаточно такая балакитная не сколько трудно и сколько волокитно то есть я постоянно должна переукоренять потому что питуньки вот сейчас уже у меня череночки некоторые даже зацвели как они подрастут и мы должны переваливать ну и так далее и тому подобное вот а если купить вегетативный черенок или там семена посеять работы конечно поменьше и затрат поменьше не надо светить не надо поддерживать определенную температуру весной или в конце зимы посадили и вырастили эти прекрасные цветы знаю дорогие друзья что среди моей команды подписчиков команды питуньеводов любители этого цветка знаю что у многих можно сказать что у большинства получилось выращивать такие цветы честно слово я очень рада когда мне пишут такие комментарии светлана вы меня научили выращивать питунью и все люди очень рады этому процессу творческого можно сказать рады что у них получилась эта красота такая буйная такая яркая красота на все лето они радуются что ну это какая-то такая большая заслуга садовода вырастить этот цветок научиться выращивать и мне честно говоря приятно за ваши комментарии вот не могла выкинуть просто так на помойку не показав вам что цветение питуньей самое длительное цветение цветка в саду я сделала точно такой вывод но если еще тем более хорошее лето да лето если плохое то можно сказать цветет где-то до сентября а ведь и сейчас до октября продержались ну и в принципе если бы я за ними хорошо ухаживала в сентябре начале там да то они бы может еще были бы лучше но я и тут в отпуске была и решила что все приеду и выкину ухаживать не буду но они молодцы скольнение мы вас еще порадуем хотя сентябрь ведь очень плохой в этом году не солнечный не теплая представляете если вы была еще хорошая погода в сентябре такая как бывает то какое бы было цветение так что друзья дорогие агитирую за посадку этого цветка в саду все буду опять же рассказывать на следующий год опять как буду сажать все вам показываю до мельчайших подробностей и если вы захотите у вас обязательно тоже получится такой шикарный цветок чего я вам от всей души желаю а вам спасибо моей команде петуневодов за то что пишите мне комментарии за то что вы радуетесь значит и мне радостно и еще кто не подписался подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить свое отношение каналу лучше если напишите какой-то комментарий ну не обязательно чтобы он был хвалебный может быть есть какая-то тема для размышления может быть тема есть поспорить и так далее и тому подобное у каждого садовода свой подход к делу а я вам желаю всего доброго и крепкого здоровья